В каком возрасте ребенку разрешить доступ в интернет? Когда милые бронятся, только ли тешатся? Эти и другие вопросы звучали в лектории Дома молодежи. Там прошел седьмой форум клубов молодых семей Архангельской области. Мой коллега Аким Самедов все записал. Форум клубов молодых семей – это такая уникальная возможность встретиться с руководителями и специалистами, которые работают с молодежью, узнать больше о личностном развитии, послушать экспертов и пообщаться с участниками других клубов в области. Семья Луценко, Нина и Владимир, появилась 11 лет назад. Воспитывают сына. Нина узнала о форуме из соцсетей. Посещает его уже второй год. В этот раз привела и супруга. После прошлого посещения была на эмоциях впечатлена. В этот раз решил поучаствовать сам, приобрести новый опыт, знания получить. Это такое масштабное мероприятие для нашей области, где собираются представители именно чьих общества. То есть там, где формируются взаимоотношения и наше будущее. Важная часть таких форумов – выступления экспертов, специалистов, которые работают с семьями. В этот раз слово взял психиатр, заведующий детским психиатрическим отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера номер один Юрий Афанасьев. Он работает с архангельскими организаторами форума уже семь лет. Тема лекции – цифровая гигиена семьи. Начинается все с вопроса. Средний возраст, первого знакомства с интернетом. Но родители тут подкованные, поэтому некоторые сходу отвечают правильно – 3-4 года. Поток обращений родителей по поводу, есть у наших детей интернет-зависимость, нету, что такое гаджет-зависимость, что такое веб-серфинг. А рост все-таки и связь, да, ментальных заболеваний, и связь с информационным полем, она очевидна. Поток неконтролируемой информации, стресс, давление, деструктив, естественно, вызывает негативные отклики и эмоции у детей. Поэтому все обоснованно, все взаимосвязано. На седьмом форуме клуба «Ветераны», три из которых отмечают десятилетие, поприветствовали новичков. Отметим, что всего на мероприятии было представлено 14 муниципальных образований, больше 60 человек. В этом году у нас образовалось еще три молодых клуба. У них есть возможность поучиться, обменяться опытом, узнать, как проводить те или иные мероприятия, и как объединять вообще молодые семьи, как их привлекать, какие темы важные для семей нужно поднимать и решать. На форуме, организованном Центром поддержки молодой семьи, также провели тренинг «Счастливые родители, счастливые дети» и обсудили предстоящий всероссийский форум «Семейный пикник», который проводится под эгидой Росмолодежи. Предложили темы, которые хотели бы на нем осветить. Аким Самедов, Ольга Красулина, Регион 29.